Друзья, привет! Вы на канале Дентюнинг и с вами по-прежнему Денис Иванов. В этом году, чтобы привлечь туристов в нашу область, сделали бесплатную электронную визу для иностранцев из 54 стран. И мы, конечно, сразу заметили эффект по количеству гостей, которые побывали у нас в этом году. Первых гостей мы привезли с фестиваля Балтик Ява. Это была делегация из Латвии со своими финскими друзьями. Все были на Явах разных лет выпуска, были как классические двухтактные, так и современные четырехтактные мотоциклы. Нас попросили проводить гостей до Калининграда, где они заказали гостиницу. В Советске, прямо на границе, нас встречал Каролис. И мы поехали, прохватили по области, сделав небольшой крюк через город Черняховск и Гвардейск. На следующий день к нам еще присоединился Андрюха, и мы поехали показывать гостям достопримечательности Балтийского побережья. Показали одно из самых красивейших мест – Филинскую бухту. Подъехали к морю, покайфовали, кто хотел искупался, долго не стали задерживаться и погнали в Светлогорск. Прогулялись по местному променаду, прокатились на канатной дороге, пообедали и отправились в Зеленоградск, где гостей уже ждал прием в музей черепов и котов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достеприимный хозяин Сергей, который сам имеет и реставрирует Яву-634, устроил нам отличную экскурсию и показал свою Яву, за что ему огромная благодарность от нас и наших гостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом рванули в Калининград, где еще были покатушки на речных трамвайщиках и вечернее чаепитие напитка в мужелюбном заведении Хмель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй день с утра посетили форт номер 5, памятник оборонительного зодчества и военно-исторический комплекс. Форт этот сильно пострадал при штурме, и дополнительно его добили саперы, переборщив с количеством уничтожающейся взрывчатки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом было посещение музея-блиндаж, где была подписана капитуляция крепости Кенигсберг. Было посещение диорамы штурма Кенигсберга, где достаточно реалистично воссоздали обстановку во время штурма в центре города. Подвал ресторана «Кровавый суд», который находился в Королевском замке. В общем, все остались очень довольны увлекательными выходными, которые продлились аж до понедельника. А через какое-то время мне на e-mail приходит письмо. Привет, Дэн! Я Виталий, подписчик твоего канала из Латвии. Но родился в Зеленоградске. Мы хотим приехать посмотреть достопримечательности. И если ты не против, то остановимся у тебя с палатками. Мы это 5-6 мотоциклов «Мотоклуб Кверсус» из Екоп Пилса. Конечно, можно. И к нам приехала вторая делегация. Но еще так совпало, что буквально за день до их приезда мы получаем весточку, что к нам уже подъезжает гражданин Германии Маркус, который едет на мотоцикле «Урал» из Монголии домой в Германию. Встретили как родного, уложили спать в летнем домике, а утром сразу помчали гулять по побережью. И с Фетлогурски соединились делегации из Латвии. Времени было очень мало, только одна ночевка и обратно. Поэтому сразу погнали в Калининград, заехали домой, поставили палатки и на экскурсию. Маркус, естественно, взяли с собой. Закатились на речном трамвайчике по Приголе, посмотрели остров Канто с воды, прошли мимо музея Мирового океана. Дело в том, что голос может запутаться в стальных конструкциях и обратно не вернется. Вы видите, какое огромное количество клепок понадобилось для строительства моста. Открою один секрет. Одна из них золотая. А! Вернулся! Дошли до порта и обратно. Это стандартная экскурсия, которая длится 40 минут и сопровождается болтавнью гида, голос которого записали на какую-то шарманку. Памятные сувениры, фото, ну и, конечно же, чай. Ребята сказали, что все супер, им очень понравилось. Мне даже подарили подарок от клуба. Это приятно, и я очень благодарен за такое внимание. В воскресенье утром ребята уже стартанули домой. Кстати, обратили внимание, как они подгазовывают на BMW? Вот это легкий маховик. То есть, с места, вот так вот, как на Урале, уже не тронешься. Надо мотору подкидывать газу. Мы проводили гостей и занялись Уралом. Маркус попросил помочь ему подрегулировать клапана и посмотреть синхронизацию. Шутка ли? С Монголии человек едет. Когда стали регулировать клапана, то оказалось, что одна штанга кривая. Подарил ему штангу со своего мотора, который ездил в Крым. Ну, машинка завелась. Работает на карбюраторах Делёрта 28 миллиметров. Карбюраторная синхронизация. Генераторки приставить. Челесамодельный переходник. И это еще не все, да? Вот столько много запчастей, чтобы ехать с Монголии в Германию. Ирбит? Ирбит, да. Короче, затарился. Провода, клапана. Ну, вот это АМЗ, такие же и стояли, получается. Как и положено оппозитчику, пол люльки у Маркуса было наложено всяких запчастей от Урала. Клапана, сальники, фонари, инструмент, ну и, конечно, палатка, спальники, личные вещи, примус и кофеварка, в которой он варит себе кофе, останавливаясь на привал. И он кайфует от путешествия. Кайфует от Урала. Сейчас молодежь хаит в Ютубе советскую технику и не понимает, что заставляет более старших соотвечественников ковыряться в этой технике. Ведь для них это старое советское Г, пережиток прошлого. Я, конечно, не согласен с этой позицией. Но мне стало интересно, что движет Маркусом. Маркус рассказал, что работает сантехником. Как-то раз он полетел погулять по Монголии и купил там Урал. Правда, мотоцикл был не на ходу. Он взял с него разобранный двигатель и коробку в Германию. Где их перебрал. Отвез все это обратно в Монголию. Собрал, завел и поехал домой своим ходом. Он взял на работе отпуск на два месяца и неспешно двинул в дорогу, проезжая по 200-300 км в день со средней скоростью 60 км в час. Любой с красотами природы. И он ни разу не пожалел о своей покупке и получает от этого удовольствие. Я отрегулировал Урал и мы еще съездили в этот вечер на джазовый фестиваль, который Маркусу очень понравился. А в понедельник утром мы проводили его по нашим пробкам в направлении его дальнейшего маршрута. Это был наш первый интересный познавательный опыт общения с иностранным путешественником, при том, что мы не знаем ни немецкого, ни английского языка. Благо, сейчас век высоких технологий и голосовой переводчик можно установить в свой смартфон. Ветер, это когда ветер вернет, я скину дую. Ветер, это был миф! Фёшшшшшшшш... Ха-ха-ха! Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни... Еще в этом году к нам ненадолго заскакивал Димка из Германии. По его приезду есть отдельный ролик и обзор его Супер Юпитера. Димон молодец, что нашел время заехать к нам, но и это еще не все. Были гости из Вильнюса, приезжал Олег со своей супругой Вероникой. Приезжали они на машине, поэтому не стал снимать, извиняюсь. В сентябре, когда уже погода испортилась, мы получили весть, что еще едет делегация из Латвии. Ребята приехали в пятницу вечером. Попали под дождь, замерзли, поэтому остались отогреваться и отдыхать в гостинице. А утром сразу поехали на форт номер 11. Он интересен тем, что во время штурма практически не пострадал. До 2000-х годов там была воинская часть и форт имеет отличную сохранность. Сейчас там музейный комплекс, проводят групповые экскурсии. И самый прикол, там кругом бегают кролики. Ребята покатались по реке, прогулялись по острову, сходили в подводную лодку, вечером погуляли по городу и попили чаю. Гостей благодарим, что заскочили к нам, а зрителей, что посмотрели. Всего доброго и до новых встреч. Визы пока еще бесплатные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова